здорово щеглы сегодня мы с вами будем делать кого правильно кормушки и чтобы вам лучше вы смотрелось что я тут жму вы тут будете видеть горячей клавицы фрешно ну и конечно же буду если чё дублировать и говорить что так вот при нажатии контролла нажимаем выбираем меш выбираем цирку переходим в режимы редактирования и хотим сделать но нажимаем кнопку и то бишь или экстулинг и пытаемся вот эту вот штуку замечательную сначала сместить центр как же это сделать правильно кнопка с которая регулирует размеры пытаемся сместить все это дело в центр с после этого нажимаем кнопку м и есть замечательная штука мерч и центр которые вмешат сместить центр потом мы хотим выбрать полигоны футы какие нафиг полигоны корректом вертексы все по круг что же нам делать все легко достаточно берем зажимаем alt и нажимаем на любую грань главное не на вертекс хотя блин походу 2.8 линдера уже и так не а нифига не они научился научился ли они научился что ж выбирается по кругу все вертексы после чего мы сможем сделать экструдинг то есть выдавливание круга без середины так как он не выбран берем оба переходим в режим ведь сбоку клавиша если у вас вот так вот примерно нажимаете 1 вы можете попробовать нажать кнопку 5 это переход из режима камеры как его нам не помню пофиг в общем вид сбоку делаем клавиши и начинаем выдавливать нашу замечательную кормушку чтобы у вас не было смещение вы не сами не пытались все выровнять как-то правильно есть два лайфхака первый из них зажать кнопку control которая в принципе помогает выравнивать или по блокам определенным смещать сам меж собственно как я показываю вот это при зажатой кнопкой пункт второй способ если вы не хотите четких расстояний между блоками то вам принципе может помочь просто нажать кнопки z которые просто укажет вектор по которому вы хотите направляться работает не только по z но также работает какая-то фигня случилось сорян и по другим осям соответственно вам нужно выбрать правильную ось ось y z x такой вам удобно надо по игроку выровнять идете в игрок и надо на x нажимаете на x в данном случае нам надо ось z вот с наберем и звуком нужную высоту экструдим на е и примерно да вот что-то похожее на банку лево далее нам бы закрыть неплохо было бы баночку нашу ну вот есть одно но у банки есть выемка да что мы делаем есть два пути опять-таки сделать опять-таки экструд нажать с скейлинг все как снизу сделать и как-то потом с этим работать пытаться например первый способ нажимаем control r или нет контроллер уже перестал как работать какая досада ибо я что-то уже не знаю это жизнь ведь что-то не работает как по старому какая досада сорян сорян ну по старому как было ты мог выбрать для окружности круг который можно было так вот подразделить и работать с этим с этим почему-то не работает давайте попробуем отменить вот так а вот так работает это делаем наверно сначала вот так там еще один из тут уже потом на м центр тогда мы а тогда мы можем только тут сделать круг опять-таки тут не можем полная фигня миша все фигня давай по ребята сорян тогда не вариант вообще делаем значит как берем опять-таки нашу модель смещаем вот сюда типа такая кромка будет нашей замечательной кормушки далее переходим в режим wireframe переходится это все дело на кнопку z можно выбрать разные режимы отображения вашей модели то есть типа рендеринг как бы вы видели ее через движок рендеринга solid такая упрощенная более-менее материал при это когда вы накидали уже материалов на модель ну и viewport когда видно насквозь и а удобно тем что можно модель на просвет видеть когда мы сейчас как я и хотел сделаем то есть выбираем опять-таки через альт внутренний круг внутренний круг вот этот вот эти выбирайся о нажмем wireframe в чем мы хотим сделать мы хотим сейчас имитацию банки сделать собственно что мы и делаем чуть-чуть утапливаем ее опять-таки на кнопку и и и которая экструд дальше чуть-чуть ниже делаем буквально можно solid обратно перейти теперь опять и и думаю все таки опять смещение сделать м центр мерч получается вот такая банка полигональные все дела нас все не устраивает что делаем чтобы сгладить все вот эти вот неровности нажмем правую кнопку и набирая нажимаем шейдер смущу и получается у нас какая-то фигура на которые выглядит как будто бы этот мобиль этой банки акста почему мы не делаем снизу банки такие же манипуляции как сверху ну банально потому что на рендере этого не будет где это видно но банки типа нафига нам париться вообще за детали эти только лишний гемор но у нас тут неправильные грани как будто бы выглядит так что у нас тут выпуклость хотя у нас тут должны быть определенные грани что делаем опять так идем а куда идем то а я и забыл куда идем о а все я не забыл идем object data но properties вот это вот иконка том нормал есть такая замечательная опция автосмоф бээээл И вот теперь у нас правильные тени, правильные отображения нашего объекта, который мы хотим создать. Угол как раз и задает тот самый, тот самое отображение объекта теней, которые мы хотим получить. То есть, если вас не устраивает отображение автосмуч вот этого шейдера, мы тут и создаем, задаем ему, точнее, правильное отображение, которое мы хотели бы видеть. В принципе, нас как раз это устраивает. Далее. Бахаем вид сверху, кнопка 7 на клавиатуре, включаем режим редактирования. На кнопку так это делается, опять-таки, режим wireframe. Что мы делаем? Мы сейчас будем делать ключ от банки, и поэтому мы, если честно, хотели бы удалить полковину этой банки. Как это делается? Жмем кнопку B в режиме wireframe. И, соответственно, удаляем, ну, выбираем, точнее, сначала выбираем те грани, которые хотим удалить. Потом кнопку X. И тут есть разные способы удаления ненужных нам вертексов, полигонов и так далее. И мы хотим удалить именно вертексы. То есть, вертексы это точка, да? Вот мы выбрали точки и хотим всех удалить. А нафига, спрашивается. А он все правильно. Потому что мы сейчас сделаем что? Мы сейчас сделаем мир. Хоба, солид. Все то же самое. А ток почему-то не сработал. Модификатор на наш... На соединение точек. Какая досада. Что ж. Придется тогда его повторить. Так, берем центр. И вот эту вот точку нужно соединить. Да, забыл сказать. Чтобы соединилась вот эта вот точка вот. С мирером. Есть такой параметр клиппинг. Который объединит наши точки. Так, чпоньк. Объединил. Пац, пац. Теперь если мы попробуем его опять подвигать. Да, двигать любой вертекс, любые объекты. Это кнопка G. Если что, то все. То есть он прилип. И полностью дублирует наш объект. Вот. Создали банальный примитив. Далее мы хотим сделать ключ от банки. Сейчас мы, как говорится, будем пытаться это сделать. Надеюсь, получится. Я на память буду делать. Если что, как говорится, не... На меня не гоните. А, да. Начал тут делать. Как сделать вырез в определенных местах модели. Хочу я, например, вот в этой вот банке сделать вырез. Нажимаем кнопку K. То бишь, кат. Вырез. Появляется точка. И мы дальше ведем точки, которые хотели бы вырезать. Для фанатов фотошопа, думаю, знакомая вещь. Не понял. Интересно, интересно. Интересно. Вот сейчас. В общем, вот. Сводим точки. Когда свели точки, не надо там куда-то везти. Последнюю свели и жмем Enter. В конце. И теперь, допустим, эту область, если вам она нафиг не нужна, берем, вырезаем и получится фигня полная. Ладно. Перейдем другим путем. Есть вещь блендер, как я говорил. Удаление, да. Нам надо, получается, значит, удаление через... Edge-Edge это линия, а Face это вот Face. Выбранная грань такая, то есть четырехугольная. Если мы ее через нее удалим. Ну да, вот и получается она. Берем две Face и удаляем. I'm Superman. Получаются вот такие глазки. То есть мы взяли, удалили. Не нужны нам частицы. Что я тут делаю? Соответственно, вырезать сейчас буду ключ нашей замечательной кармушки. Не помню его точно на вид, конечно. Но я, как говорится, попробую. Будет как сердечко. Красивое. Да, пущай, будет ключ как сердечко. Вот мы его сделали. И чтобы нам нужные вещи выбрать и удалить. В Блендере есть переключатель на вертексы, то бишь точки. На Edge, то бишь линии. Ну и, соответственно, на Clou. Ага. Ну, допустим, это будет полигон или как-то там. А пофиг. Ну и вот. Есть, опять-таки, несколько способов их выделить. Первый из них. Вы можете тут выбирать режим, который вам нужен. Либо цифрами 1. Это выбор вертекса. 2. Это выбор Edge. И 3. Выбор... А, Face. Да, Face. Face точно. У-у-у-у-у-у-у-у. Так вот, у вас несколько способов есть выбрать нужные вам грани. Первый из них. Банально выбрать первый Face. Перейти вниз. Зажать Ctrl. Нажать... Зажать Ctrl. И начинать выбирать нужные Face. Вот. Второй из них. Это зажать Alt и Ctrl. Если сейчас не обосрусь, то выберется все. А, нет. Обоснулся. Уж простите. Тоже тогда выбирает сразу все. Вот уже изменять забыл. Ладно. В общем, в любом случае Ctrl можно выбрать все это. Второй способ. Есть кнопка C, которая при кручении колесика позволяет выбрать некую область, нужную вам. Так вот, эта область при нажатии левой кнопки мыши позволяет вам выбрать нужные Face, соответственно. И при средней кнопке мыши позволяет вам наоборот, опять-таки при размере ее, удалить ненужные выделенные области. При нажатии на колесико. Оп. Выбираем. Стираем. Все, делаем. Третий способ. Это нажатие кнопки B, которые я уже до этого показывал, которые выбирают область и, соответственно, выбирается область выбранная. В зависимости от выбранного режима выборки. Соответственно, если мы нажмем на вертексы, то, соответственно, выберется не вся область, а только та область, которая попадает под вертексом. Соответственно, вот эта. Может и душно, а что делать? В общем, самый легкий способ, как по мне, вот такую вот область выбрать, это, разумеется, нажать C и банально выбрать ее. Все. Собственно, берем и удаляем фейсы все. И получаем замечательное вот такое вот сердечко, он же тире-ключ, как будто бы. Но, так как у нас внутри стало пустовато как-то, надо сделать вид, что у нас не такая плоская вот здесь вот выемка. Что мы сделаем? Соответственно, нажмем на вертекс мод. Опять-таки, через alt, потом на грани или походу уже работает на сам вертекс, нажимаем, выбираем всю выборость. Перейдем в режим сбоку. Это цифра 1 или 3. Как вам удобнее будет. 1 или 3, это, как видно, по направляющей этой. Это выбор одной из грани стороны модели. Ну, как вам удобнее будет. Вот. Ну, и опять-таки, чтобы нам удобнее было видеть, насколько глубокий мы сделаем углубление. А так как это алюминий тонкий, мы глубокий мы его не будем делать. Чуть ниже, буквально, на пару миллиметров сделаем. Вот. И для придания объема попытаемся его расширить. Как мы это сделаем? Сделаем на этом. На букву S опять-таки. Жмем Extrude опять. А потом кнопку S. Сейчас мы слегка расширяем, чтобы визуально у нас получилось видение того, что будто мы не сделали даже меньше чуть-чуть. Эм. Или не чистился. Угу. Вот так уже не только было. Вот, сделали такую нолванку в итоге, которая эмулирует кормушку. Что бы нам такого потом сделать? Ммм, наверное, придется сделать ключ. Но думаю, мы его будем уже не смогать делать. Хотя нет, чтобы сделать ключ миленький. Давайте попробуем использовать ту же форму. Скопируем ее. Сделав банальный ctrl-c, ctrl-d, 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 извиняюсь. Вносим ее в отдельную группу. Потом вот так вот. Ключик у нас примерно такой будет. Убираем верхнюю грань. Пытаемся это все дело соединить. Бах. Все это опять-таки на s делается. Что у нас, когда вот так произошло делать? Давайте сначала нажмем s, чтобы грани были поближе. Кнопка s к грани также может работать с направляющим. То бишь, нажимаем s, потом x, чтобы грани попытались понушны нам и не обитняются. Ммм. Да. Все разновато. Как бы их так. Наверное, объединием их опять-таки. Эт центр. Да, так лучше будет. Вот их центр объединяем. Все в одну точку их. А потом эту точку смещаем. По иксу одну. И получаем вот такую вот фигулю. Замечательную. Как выбрать разные объекты. Разных отдельных мешей. Есть кнопка L. О, то есть банально можно выбрать один вертекс, один полигон. Ещё что-то нажать делаем, и сразу модель выделится. Что-то значит осталось ещё вот этой модели тут или нет. А нет, нормально. А нет, нормально. Что делаем дальше? Поворачиваем эту модельку. Я сказал, поворачиваем. Я сказал, поворачиваем. Походу нет, не поворачиваем. Её, походу, придётся отделить от основной. Как это можно сделать? Есть замечательная клавиша P, английская, separate. Поворачиваем. Нажимаем Selection. Бэм. И получаем совершенно отдельную модель уже отсозданную. Повернём её. Отодвинём её. Как будто бы это наш бывший ключ от банки. А все модификаторы движения, scale и так далее работают модификаторами. То есть вы можете управлять всем, что угодно. С этими базовыми кнопками R, rotate, S, scale, уменьшение и увеличение, EG. А G не помню, как переводится, но перемещение модификатора. Вот. Так, и наш ключик поместим вот сюда. Неплохо. Не хватает только пипки, которая имитирует. Вот. Вот. Скрепление. Создадим цилиндр. Поднимем его. Соответственно. Делаем ему также Shade Smooth. Также переходим в Object Data Properties. Также ему Auto Smooth. Замечательную. Понимает. Что принимает? Кого? Не, не, не. Принимает замечательную позу. Прямо. Прямо пункты. А, не, не, не. Не, не, не. Не, не, не. Не, не. Не, не, не. Не, не. Не, не. и получается у нас вот такая замечательная штука, похожая на пипку, которая потом пойдет вот сюда, на J, опять-таки, чтобы я запихнул потом по Z, чтобы выбрать правильную Ну что, тип того, у меня, конечно, полный выходит, так красиво, мои пачки, так, ну что, у нас получилась вот такая вот кормушка, если хотите ее текстурирование и дальнейший урок, лайк и писька и все дела, мое уважение, давайте всем пока!